Начиная с 2014 года в России ежегодно 31 августа отмечается День работников ветеринарной службы. Ветеринарные специалисты играют важнейшую роль в сохранении здоровья как животных, так и человека, вносят значительный вклад в обеспечение продовольственной биологической безопасности, эпизиотического благополучия страны и здоровья человечества. День ветеринарного работника позволил по достоинству оценить роль и вклад всех ветеринарных специалистов. В этот день в Кашхабской ветлечебнице открыли мемориальную доску памяти заслуженного ветеринара РСФСР Гумера Сагидовича Итлешева, который более 30 лет возглавлял районную ветлечебницу, где присутствовали начальник управления ветеринарии Республики Адыгея Амин Хаконов, глава района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, руководители различных организаций и предприятий, работники ветеринарной службы всей республики и, конечно же, родные и близкие Гумера Итлешева. Сегодня у нас праздничный день. Третий раз ветеринарная служба России отмечает праздник День ветеринарного работника. За всю жизнь, которая прошла ветеринарная служба России, не было такого праздника. Но сегодня, вот третий год мы отмечаем, и мы находимся на территории Кашихабовской районной ветеринарной станции, где долгие годы проработал Гумер Сагидович. Гумер Сагидович прошел очень сложный жизненный путь. То есть он был идеалом ветеринарной службы не только области, но и края. Неоднократно он занимал призовые все места, приходящее красное знамя, которое тогда края с полком, крайком партии имел. Неоднократно получал ценные подарки в виде автомобиля, даже УАЗа. Поэтому сегодня, когда все обратились, поставить мемориальную доску ему в той станции, где он более 30 лет был. Мы с удовольствием приняли это решение. И сегодня мы приехали сюда, собрались его коллеги, родственники, все те, кому дорог. Умир Сагидович был, и тем дорог сегодня ветеринарная служба Адыгея. Сегодня вот тут все собрались. Поэтому я хочу сегодня всем сказать огромное спасибо. Я с ним долгие годы работал. Он очень отзывчивый человек был, добропорядочный. И любил свою работу. И постоянно занимался своим подчиненными. Их, значит, квалификацию повышал. Ну, в общем, человек был изоурядно порядочный человек. Ну, что можно сказать? Да, ему большое спасибо за все труды, которые он отдавал людям, своим подчиненным. Хочется прежде всего сказать о Гумире Сагидовиче, как человеке, не говоря уже о его достойнейшем профессиональной личности. Он вырастил такие кадры, которые трудятся до сих пор. Все, что память о нем у нас в сердцах, душах, порядочности его мы никогда не сомневались. Он всех понимал, всем сочувствовал, всех растил. Так что, то, что в нашей лечебнице, где он проработал много лет, и что вырастил достойные тоже кадры, открыт для него, это вполне достойно и заслуженно. В общем, человеческая жизнь настолько коротка, настолько сложна. Быть человеком – это самое тяжелое. Я скажу, Гумире Сагидовиче, я сколько с ним несколько раз в вечеринке проводили на полке из Краснодара, настолько порядочный человек, настолько он был влюблен в свою профессию и в воспитание молодых национальных кадров. Человек чистейшей души. Это лицо было кашизамского района. Я от души еще раз благодарю ваш район, ваш аул, за то, что такого хорошего, умного специалиста, большого человека она подарила нашей службе, нашей республике. Мы проработали вместе, как я всего-навсего, 38 лет. Я всегда выполнял девиз моего шефа. Будь, если ты врач, но помни, что ты человек. Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто организовал все это. Это не я, это администрация. Лично Зауру Аскорбевичу тоже спасибо. Спасибо всем тем, кто собрался сегодня здесь. Всем, кто помнит нашего папу. Спасибо за добрые и теплые слова, которые вы о нем сказали сейчас. Он действительно любил свою работу, очень любил свою работу. И очень часто повторял фразу, что медицина лечит человека, а ветеринария человечество. В общем, это запомнилось на всю жизнь. Ну и он был удостоен еще при жизни звания заслуженного ветеринарного врача. 79-го. Да. И я думаю, что заслуженно. Да, именно заслуженно. Пусть это не скромно. Ну и, наверное, я хочу добавить, что он был хорошим человеком. Он любил людей. И, наверное, то, что вот тут собрались коллеги, бывшие и друзья, родственники в такую погоду, наверное, говорит о том, что это было взаимно. Вот 20 лет в этом году, как нет папы. И очень часто я встречаю людей, которые у меня о нем говорят только хорошие слова. Мне это приятно слышать. Ну, хотела еще сегодня профессиональный праздник ветеринаров. Я хотела всех ветеринаров поздравить с этим праздником, пожелать вам успехов в работе. Ну и, конечно, счастья в личной жизни. Еще раз. Мероприятие продолжилось в зале администрации района, где состоялось торжественное собрание, на котором со вступительным словом выступил начальник управления ветеринарии республики Адыгея Амин Хаконов. Он поздравил всех присутствующих с профессиональным праздником и пожелал им всего самого наилучшего. В администрации Ашхабовского района свой традиционный праздник – День ветеринаров-работника. Я благодарю администрацию еще раз за то, что вы поставили нам такой прекрасный зал, прекрасный вслой для нашей работы. Значит, в первую очередь я хочу вам зачитать приветственное письмо министра сельского хозяйства Российской Федерации Ткачева. Он нас поздравляет с Днем ветеринаров-работников, желает нам всех успехов. Успешное выполнение поставлено перед отраслью задач – основа направленной безопасности страны. Затем для приветствия слова предоставили главе района Зауру Хамирзову. В своем выступлении он отметил, что это весьма знаменательное событие, а также поздравил всех присутствующих с их профессиональным праздником. Сегодня прошло очень замечательное событие – открытие мемориальной доски Ткачева Хамирзовича. Я его не знал в жизни, врать не стану, но я об этом человеке слышу очень много хорошего и до сих пор слышу. И вот память, которая осталась, и традиции, которые именно вы, работники ветеринарной службы, соблюдаете, мне очень импонирует. Так и должно быть. Ничто не должно быть забыто, традиции должны соблюдаться. Поэтому сегодня знаменательное событие – День ветеринарной службы. Вы специально приурочили открытие вот этой мемориальной доски. Молодцы. Ничего, кроме фолебных слов, я сказать не могу. Еще именно активное участие в данном мероприятии всех работников ветеринарной службы, не только Кашкабрского района, но и Республики Эдгея. Ваш труд очень почетен, ваш труд очень обязывает. Еще раз я хочу поздравить всех вас здесь сидящих с замечательным событием, с замечательной датой, Днем ветеринарии. Самое главное – это здоровье, понимание, чтобы население вас понимало. Мы вас ценим, любим, счастья, успехов, процветания. Также слово было предоставлено председателю Совета народных депутатов Александру Брянцеву. Мы очень рады, что вы свое праздничное мероприятие сегодня начали с того, что повесили мемориальную доску нашему выдающемуся земляку, нашему выдающемуся ветеринарному врачу. Это очень, наверное, важно, очень и нужно. Как для вас, для тех, кто живет, работает и несет память об этом человеке, и для нашего молодого поколения, для тех людей, которые должны знать своих выдающихся земляков, помнить о них и нести дальше память об этих выдающихся людях. От всей души поздравляем вас с вашим праздником, здоровья вам, прежде всего, благополучия, счастья, чтобы вы всегда оставались, всегда высоко квалифицированными людьми, специалистами и стояли на страже нашего экономической безопасности нашей страны. Потому что мы, знаете, что все живем в сельском местности. Сейчас, когда кризис, когда трудно найти рабочие места, каждый выживает их, может, люди, держим, скоро люди занимаются личным подсобным хозяйством. И ваш труд очень неоценим в данный момент. Удачи вам, всего самого хорошего. Торжественное собрание завершили награждением особо заслуженных работников этой сферы, а также ветеранов, грамотами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Республики Адыгея, грамотами Управления ветеринарии Республики Адыгея, а также награждением медалями ветеран-ветеринарии Республики Адыгея, награждением медалями за заслуги ветеринарии Республики Адыгея.